Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует Солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 1986 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать не туристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. Пока папа не видит, посмотрите, что Гуччи делает. Папа ему не разрешает. Сюда ходить, потому что потом наш газон портится. Видите, папа заграждение ему сделал, но он всё это нашёл. Он говорит, вы что думаете, что я такой дурак, что не смогу найти, где мне пролезть? Вот, 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 вот он пролез. Вот папа горшки ставит, закрывает горшками, и он потом всё равно пролазит. Да, Гуччи? Пошли. Пошли, всё равно я тебя, компромат на тебя сняла. Пошли. Заходи, заходи. Так, вот видите, какая я сегодня красивая. А вот сегодня я сейчас нарядилась. Куда мы идём, сейчас муж скажет. Добрый вечер. Сегодня праздник, праздник священной, полная луна сегодня. И сегодня у нас есть, короче, Будда, короче, родился этот же день. И бывает большая часть, вот это. Ну, Пуджа бывает. Пуджа такой делает. И мы там и едем сейчас. Мы едем в дом, где ты жил, где ты как бы родитель. Ну, родительский дом мы едем. Да, родительский дом мы едем. Сейчас поедем, да. Так что встретимся с вами, мы уже там. Да. Спасибо. Вот такой у меня блок. Вот. Если вы меня видите. Вот почему я в штанах. Почему я в лосинах. Ну, во-первых, они хэбэшные. Они не такие жаркие. Вот. Как вы думаете, сейчас пониже опущу. Половина красная, половина чёрная. Почему я в лосинах? Почему я в леггинсах? Потому что здесь такой разрез. И, естественно, так бы я могла, если бы тут разрезов не было, я бы могла пойти без леггинсов. Но так как тут большой разрез, приходится одевать. Я вообще не хотела никуда идти. У меня, в общем-то, плохое настроение. Я вам потом расскажу, что случилось у нас. Вот. И это. Ну, вот пришлось. Поэтому у меня такое, думаю, красное и чёрное. Было плохое настроение себе, чтобы поднять его. Я надела вот такое, половину на половину. Видите, как я выключила всё. Микрофон неохота доставать, потому что муж уже говорит, пойдём, пойдём, уже опаздываем. А вот. Вот такой у меня наряд. Вот такие у меня серёжки. Видите? Вот такое у меня колечко. Вот такие у меня чёрно-красные браслеты. Вот такой шарфик. Это у меня платок. Боже, не могу. Несколько минут, и у меня уже мокрая. Вот. Вот такой у меня. Красный шарф. Ну, он обыкновенный. Можно на одну сторону, можно на другую. Можно вот так одевать его. Вот так просто надевать, вернее. Я всегда буду надевать-надевать. Ну, извините меня. Такая у меня речь неправильная. Ну, всё. Поедемте со мной. Сзади у нас, как всегда, есть место для ещё как минимум трёх человек. Можно ещё потесниться и четверо влезут, может быть. Поехали с нами. Ну вот, мы уже пришли. И сейчас идём, вернее, мы уже приехали, идём на Пуджо. Это был священник, проводивший Пуджо. Сейчас ему дают просад, освященную еду. Вот. А мы проходим через офис брата. Тут у него сидят работники за компьютерами. Проходим в дом. Ну, там два выхода есть. Это вот со стороны офиса я зашла. Вот Пудяру. Мы пришли уже после Пуджо, немного задержались мы. Ну, там, как бы, вы уже видели, там особо интересного нет. И я не жаждала тут присутствовать. Это вот, видите, алтарь. Там, где находится. Вот, видите, каждому богу ставится тарелочка со сладостями, там фруктами. Водичку дают. В общем, кормят. И поят. Богов. А вот здесь проходила Пуджо. Сейчас покажу вам сам вот этот. Вот, видите, тут все просад, цветы. Это вот Дурга, которому поклоняется семья вся. А это Сай-Баба. Вот бенгальцы больше всего поклоняются Дурге. Допустим, мараштианцы поклоняются Ганешу. Бенгальцы тоже Ганешу поклоняются, но это у них не самый главный праздник. Вот такая прям с настоящими почти волосами. Ну как, искусственные, конечно, волосы, но волосы прям ненарисованные. А вот Лакшми. Богиня образования. Ну и вот здесь вот проходила Пуджо. Посмотрите, что тут. Тут вот стоят всякое освещенное, я же говорю, фрукты, сладости, какая-то еда. То, что вот нужно все вот эти ритуалы, которые проводятся. Все то, что там нужно для этих ритуалов. Здесь все присутствует. Ну а я пошла к гостям. Я, получается, зашла сзади через офис, через кухню. Сунита это их помощница, их кухарочка. Вот она готовит. Сейчас будет пуре для нас. Уреки оплау? Ударь, ладно. Это плов в скороварке. Вот уже священник отдали. Кури банае, панира сабжи банае, семни банае, орка банае, уже и не мангуская. Вот сын брата говорит. Панир сделали, то есть адыгейский сыр. Семни тут такое блюдо десертное. Больше я ничего не знаю, что еще сделали. Ну а вот тут сидят гости. Это геет. Это геет. Это геет. Это геет. Это геет. Это вот Прасад называется, Фол Прасад. Каджу, кишью, кишмиш, это изюм, мука, молоко, сахар. Это вот я написала ингредиенты, обязательно такое сладкое блюдо готовится на пуде, называется семли. Ну это у бенгальцев такое, вот я вам написала ингредиенты. А вот обратите внимание одноразовые тарелки, раньше всегда такие были, они сделаны, вот видите, тут из бумаги, вообще делают даже просто из листьев, как-то соединяют листья. Поэтому вот и привыкли выбрасывать на улицу все, чтобы коровка подошла и съела. А потом появился пластик, начали все использовать и также выбрасывать. А это вот внучки все ужинают. Вот такой тут Прасад, то есть освященная еда пори. А вот это вот чана такой овощи, это тут панир овощи. А здесь сладкий десерт, сделанный, ну как рисовая каша, только густая, с орешками и изюмом. Еще вам показывала будет плов, но я плов не буду на ночь есть. Ну вот, мы пришли уже из родительского дома, там где была Пудя. Вот, Пудя я вам не показывала, потому что как раз мы вошли и уже священник уходил, то есть само Пудя мы не видели. Вот, мы там поели, я вам там покажу, показывала вам на видео Прасад. Прасад это освященная еда. И вначале едят вот фолт Прасад, то есть фруктовый Прасад, там фрукты и сладости. А затем уже еду, ну вегетарианскую еду. Так, ну вот, я еще не переодевалась. Перед тем, как переодеться, хочу вам тут кое-что показать. Тоже нас принесли гостиницы мы из отчего дома, так как у них там еще остались. Хоть они и построили, но был раньше очень большой сад у них, у них там все росло. Сейчас там, ну как бы два брата, две семьи, они расстроились, причем там как-то по каким-то там законам им нельзя сделать второй этаж. Поэтому они расстраиваются вот так вот в ширину. У них там, ну много комнат даже. Сейчас я вам скажу. У старшего брата две комнаты, это как офис. Ну, как приемная и там офис, где сидят за компьютерами у него, его подчиненные. Вот, потом пудя-рум, тоже такая большая целая комната там для молебен. Вот, и две спальни, столовая и зал. Вот, получается вот столько комнат. И у среднего брата у него получается столовая, две спальни и зал. Вот, поэтому это все, представляете, на этой территории, поэтому уже там все почти деревья там все уже вырубили. Вот, но все, тем не менее, остались еще кое-какие деревья. Остался дерево, я вам показывала. Хлебное дерево, как тут называется, или катал. Вот такое оно огромное. Ну, мы не взяли, потому что мы просто ножом его не разрежешь. Это специально нужно там вот такой вот, знаете, как меч, ой, как серп. Как серп, вот, знаете, вот такая вот, на деревяшке, на такой, вот такой как серп, нож такой. И вот они вот так вот его режут. Вот, я нашла фото, кстати, спросила у мужа, как это называется. Он говорит, готи. Я говорю, это хинди или бенгальский? Он говорит, бенгальский. Я говорю, как на хинди? Говорит, я не знаю. Вот, даже муж, не все знают слова, как называются на хинди. Вот, но я все-таки написала об готи, нашла в интернете, вот как это выглядит. Вот, сделала вам фото. А вот еще одно фото. Видите, тут две. Одна вот эта ботель для резки овощей, мяса и всего остального. А вот кругленькая такая слева. Это вот выцарапывают кокос. Трут половинку кокоса и вот так вот, как бы, мякоть вот так вот оттуда выскребают. Вот, ну, это, там они могут, конечно, порезать. Там у братьев есть, они ножами не умеют пользоваться, вот их жены. Вот. А мы, конечно, не можем порезать, это только нужно. Поэтому субрат не взял, он говорит, ну, на базаре купит, да и все. Вот, тем более такой огромный. Ну, мы взяли манго. Вот. А, мы взяли вот тут баночки, это такой десерт, который я вам рассказывала, как он делается. Там мука, вот, со трубями. 21 банан. Мука, там сколько-то там, ну, там пропорции, там она говорила. Ну, я запомнила, что 21 банан. Мука, сахар, молоко и драйфрут, ну, орешки, кишью и изюм. И это все не миксером, не миксером нельзя. Тут оно должно такое быть, это. Не миксером, вот это вот, она сидит там целый час, наверное. Ну, естественно, хорошо руки помыв, вот это вот все вот так нужно разминать. И оно тогда смешивается, получается вот такой десерт. Просто она очень много сделала, мы тоже взяли. Вот. А вот манго. Это манго с дерева нашего, ну, с дерева, из нашего сада. Вот, вот это манго такие. Это они сейчас зеленые, можно из них сделать, взять мяту и вот это манго, и сделать очень вкусное чатни, перемолоть, в блендере перебить. Можно его, как бы, варить с сахаром, в таком сиропе, как бы, сварить его, порезать кусочками, сварить с сахаром, тоже очень вкусно. Немножко туда перец и соль добавляют. Вот. Ну, а также можно положить в рис. Вот кладут в банку с рисом, и оно через три дня будет готово уже. Будет оно желтым, тут оно будет зеленое, а внутри оно будет такое оранжевого цвета. Так что, вот у нас такие манго. Ну, еще вот такой маленький подарочек. Календарь. Раньше, когда Субрат работал, ему часто вот на заводе всегда там все компании давали календари. Вот такой календарь. С индийскими достопримечательностями. Вот так. Ну, а теперь спокойной ночи. К вам. У нас уже поздно. Муж пошел уже спать. Но я, конечно, еще не иду спать. Мне еще нужно вам снять одно видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот и все, дорогие мои. Спасибо, что досмотрели до конца, поставили лайки. И, может быть, кто-то из вас напишет мне комментарий. Вам не трудно, но мне будет очень приятно. Я вам желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, теплой весны, а также нежаркого лета. Пока-пока, дорогие мои. Приходите в гости.